Верочка в мидл, синяя в легкой. Антимаг был неплох, но, наверное, испугались. Говорят, все-таки не для того, что Virtus.pro на ласт пик еще доберут какого-то... Ну, не знаю, героя, который может еще поддавить и... Поддавить. По итогам. Но брокен чар, хир. Какие-то люди странные приходят, что-то... Сломанные стулья ищут. Посреди аналитики. Почему вы не воровали? Живете... Не, может... Но зрители... Ищут сломанные стулья. Игенга, собственно, заходит на ласт пик. Поэтому вайпер в мид. Его будет защищать Шейкера. Пик ВП хорош. Надо защитить только Вайпера. Пик ВП, ВП. Надо защитить Вайпера. Действительно, обезопасить как-то его. И он тогда сможет под аурами вот этими всеми нанести должность. ... ... ... ... ... ... ... ... Спасибо большое, ребят. И вновь всем привет, дорогие друзья. С вами по-прежнему Майлшторм и Вирсута. И мы наблюдаем за второй картой команды Virtus.Prom. Противостоящей команде OG. Ну очень плохо сыграли ВП в первой игре. Даже если смотреть, скажем так, на перспективу, с такой игрой, каким-то образом одолев тех же OG, дальше им не будет светить ничего. Но я думаю, что скорее здесь, ну просто вот эта вот неудачная получилась игра. Очень неудачная. И сейчас ВП попытается сделать получше. Во всяком случае забрали интересный пик. Друг на друга бегут. Вижен такой себе и там и там, естественно. Шейкер хорошая фиссура, можно дать, дает. Станчик, Рубик попробует закинуть Слардара, просто выкидывает его, стан не попадает. Больно очень. Иллидану, Иллидану все-таки погибает. Мун под фокусом. Муну тоже удалось забрать. Пока один в один. Друг другу немножко еще по пинали, но убить больше, наверное, никого не получится. В первом вопросе, кто руны разберет. Потому что здесь, походу, очень похоже на то, что ВП заберут две руны. Две должны забирать. Очень похоже на это. И тогда First Blood будет не такой критичный. Я бы сказал, вообще будет ситуация гораздо лучше в пользу ВП. Уже побежал за верхние руны у нас Стасик, но он не успеет. Он не должен успевать. Фобос, а почему так долго думаешь перед тем, как пойти ее забрать? Тускар, вроде, да, не успевает. Да, так и есть. Слардар быстрее будет. Увидел, да. И вот на этот раз мы видим у года здесь. На миде сразу же вард с начала игры стоит. Да, кстати говоря, вард неплохой поставили. И так, находит один. Ну, опять этот второй вард. И есть еще один сентряк. Ну, FNG, это твой шанс. Это твой шанс найти то, что нужно. Сейчас посмотришь, что на 30 секунде не будет крипов. Отводы здесь важны, очень важны. Чтобы никто на харде не получал экспу. Кстати, на харде вообще никого нет. Такая необычная ситуация. Мы совсем не назвали, кто у нас на ком играет. Но как-то игра пошла сама собой. Слишком динамичная. Да. Ну и вот Тасик. Вот он приходит на хард. Закатывается. Ну, его максимум просто продамажит. Убить, конечно же, здесь не получится. Но... Много дамажа. Очень много дамажа можно нанести. Зонят его плотненько. За это надо дойти до вышки и получить два ореха в спину. Ну, вот раньше остановиться никак, Илья. Не соизволил. Да. Ну да ладно. Это все... Пока что это все мелочи. Ну, вот Ускар может доиграться. У него есть, конечно, сноубол. Наверное, за счет этого он и пытается разводить. На флажку пьет. Чтобы затянуть под тавер. Так, шейкер. Ой, какая фиссура. Хорошая фиссура. Ой, какая фиссура. Виндран имеется, но... Слабо. Слабо, конечно, это помогает. Отлично. Просто царь. Филигранная фиссура. Опять или кинез на Фобоса. Фобос. Фобосу больно. Есть краш по двоим, но... Одновременно снизу нападение на Таска. У Даска большие проблемы. Он, конечно, за счет статов разменивается неплохо. Но нет. У него ничего. И забирает его Элидан. И Виртус Про сбирают два фрага. Пауэршотом не добивает. Прилетел сюда все-таки Миракл после своей смерти. Попытался сделать фраг и как-то... Еще пауэршот есть. Получится по ходу. АААА... ОООО... Шесть хп! Го-оос-по-ди боже мой! Совсем не зарядил пауэршот. Буквально на тени. Он тетиву чуть-чуть посильнее мог бы добить. Ана-종 Хлокна . Да... Для Миракла ужасная ситуация. Тетива, не трусы. Дело такое Чуть посложнее Да, Шейкер с дабл дэмэджем Пытается размять Миракл Но в итоге Миракл теряет очень здесь много времени Еще использует Вендран Ну и Вайпер Вот для Вайпера как раз таки Опять же, герой для года, который должен разогнаться И здесь Вайпер получает минатное преимущество Сейчас он в эрку просто не подпустит к крипам Ну должна быть, конечно же, доминация Ой-ой-ой, а ну Вендран Вендран, конечно, спасет ситуацию И опять не может протиснуться Нет, пауэршот Но тут уже немного другая ситуация Не так все шоколадно Ну как Лил божит на этом шейкере Три фиссуры и три закрывают проход в эрке Но одна, правда, была там совсем в ситуации Миракл его уже тихо ненавидит А он сейчас понимает, что такое Когда тебя в миде задалбывают Очень жестко задалбывают Да, ну и смотрим, что у нас наверху Как у Фобоса пойдет в этот раз Пока что колечко Ну, против него Тинни Тоже не совсем приятный персонаж Снизу нападение на Тасика И Сноубол Сноубол Ой-ой, как-то доджил-то Но, по-моему, он немножечко себя переиграл Здесь Мун Но даже не немножечко Он себя реально жестко переиграл Это случай, когда пытаешься сыграть красиво Но в итоге получается В итоге получается очень красиво Да Почаще так играть надо Это очередная фиссура Ладно, мы будем беспристрастными комментаторами В скобочках нет В скобочках нет Ну да, за кого нам еще болеть Одна команда из СНГ осталась При том, что тех же европейцев Ну, есть еще и Сигреты Да, и ВП более того уступают Все же хотят третью игру Эх, Фобос хотел подрезать совуху Но не подрезал К сожалению Да, для Фобоса сейчас каждая крупица экспириенса Очень важна И, конечно, золото Надеюсь, в этот раз он пойдет без урны Ну, мне кажется, урна в прошлой игре Реально была лишней Хотя, может быть, это не так сильно повлияло Ну, это точно вообще никак не повлияло Так, Рубик выходит Ну, здесь Фобос погиб, конечно То, Саваленч очень больно Да, тут Приземляется уже мертвый Хотя, летел все еще живой Так, Мунчику тоже больновато Посмотри на мисс Крипстаты 22 на 12, 10-1 И Шейкер продолжает Ну, вот, отвечают хорошо Мираклу в прошлой игре против года Играли там всей командой В этой игре Вард и Шейкер И делай, что хочешь Да, доминация довольно серьезная Виндрейнджер персонаж, которому тоже желательно иметь хороший левел А пока с этим небольшие проблемы Четвертый левел Это низкий показатель В то время как вайпер шестой И она не может никуда прям уйти там в лес Что-то нафармить У нее пауэршот, который один Который стоит много МП Да и пока что еще не раскачан Ой-ой-ой, Илья Не макши на пауэршот Это слабая штука Илья Илья Илья, с счастью, в этот раз стоит Опять, опять Мун сам себя переигрывает Но Вкатывается Валидана По-моему, здесь проблемы небольшие были Просто вкатывается Валидана Который тебя прикончит Мун Мун отвратительно отыгрывает в Фарде Да, причем он Ну, террором бы его Винга не добила Маны бы не было И Винга это один из самых толстых агильщиков Если не самый По-моему, да Да, у нее самая большая прибавка к силе Поэтому для кор-героя подходит отлично Вот именно за счет этого И при этом Кстати, на Саленсера как-то она похожа в этом сете Ну, в смысле, на иконке О, а мне напоминает Фантом Ассасин Фантом, да Кстати, и Фантом Вот, да-да-да На Фантомку тоже очень похоже Просто вот эти красные цвета Такие Ладно, неважно Так вот Винга еще имеет как бы 10 армора Так, на секундочку Поэтому вот эти вот оголимые тычки в 58 демеджа По ней проходят очень слабо Да, и против маги получается устойчивые Против физики И герой хорош Нету прямо с пылов таких убер сильных То есть танчик довольно слабый Но Как мы видим ФНГ вообще всегда тянуло на эту Вингу Если вспомнить там еще времена Так, нападения Миндера Да, времена Пауэрэнджерс именно Закрывают Здесь слишком много соперников Ну и Да, со всех сторон оккупировали Это есть шанс для Миракла Или Данши Как здесь-то не связывает Получилось слегка подстопить Шарцы 5-4-3 Но, понятное дело И вся команда ВП бежит Нужно тянуть время Живи! Живи, Илья! Как-то, как-то к своим тиммейтам Подтянуть пауэршот мимо Или Дан в итоге выживает Тиммейты не стали преследовать дальше Интересный момент у Рошана Что они хотят? Они, наверное, хотели перехватить Думали, что кто-то обратно пойдет И их получится бахнуть Но никто не пошел по такой траектории Шекер положил бы Фиссуру И Слардар по Фиссуре забрался бы на ХГ Что-то из этой серии Какой-то план выглядел так Виверну бьют Да, но тут все просто Есть еще Арктик Берн Еще Арктик Берн, да-да-да Тини уже летит Ультимейт Тини, нападение на Года Год очень сильно проседает Тос, Сплинтер Бласт И Виверна выживает Снизу Или Дан Под фокусом Пауэршот Не хватает маны Или Дан еще сам попытается сделать фраг На станчик рейнджи не хватает И в итоге Два фрага только отдают у нас ребята Из Виртус Проб Которые были сделаны в миде Ну, очень плохая игра Если вот как раз-таки Когда погиб ФНГ О Погиб Лил, конечно же На аппарат Нет, ФНГ, все правильно Очень много времени потратили ОГ То здесь вы сами выходите на мид На эту Виверну И Флай там просто Хладнокровно прочитал ситуацию Никаких лишних движений За Тауэр заходят Здесь уже Мунт катился Заранее Предусмотритель Но, кстати говоря Почти отъехал Почти отъехал И сейчас нужно протанковать Иначе Тауэр может добить Тычка А еще одну Давай еще один орех А тут подтягивается Лил Здрасте Спасибо А почему не протанковал Как бы Тинни Наверное, потому что Венгата пошелась И Там вообще со всех сторон Слардар где-то Убил Рубика Шейкер забирает Тускара Везде и повсюду Происходит экшен Нельзя расслаблять булки Да, 77 на 8 минуте Это вам не вчерашние игры И вообще не начало плей-офф Как у нас первая игра Там Да и первые все игры В Венерах Десятая минута Два фрага Видят стаки В стаке неплохо было бы забрать Но нечем Ну да, Слардар Такой себе забиратель стаков Ну просто если забрать Там как-то Тинни Лишить дополнительного фарма Или не дать Зарекавериться Верке У которой ситуация На эту можно На творце посмотреть Ну не такая плохая ситуация Кстати говоря У Верке 2600 более-менее Да, вот этот момент Снизу немножечко И там Подправил ситуацию Плюс в миде Готы убили Тоже слегка выровняло Ну и там вообще Да Гот конечно Заехал Ну и сейчас Пойдет Очень жесткий спейс От Тинни Как только он возьмет Блинк Верка будет фармить Набирать свой Нетворс Аппарат Конечно же Пытается поднять Честой левел Поднимает Это OG Пауэршотом Уже раз Прострелила Виндрейнджер И Тусик На позиции Хочется Матон сразу Зрывается Маглую Ну вот он В общем-то Легкий фраг Но Будут ли последствия А последствия Будут незамедлительные Подмерз немного Миракл Сразу же сват Манэ у Миракл Уже практически не осталось Есть там 6 киков Виндрам в кулдауне Зажимает его в лесу Шейкл шот Хороший Но на телепорт А телепорт он проюзал У него не было Походу телепорта Миракл Пауэршотом Ну вот он Здравствуйте Дота 2 Пауэршот должен Ломать деревья Но к сожалению Он какие-то ломает А какие-то не ломает И не протиснулся Ой так смешно Его тут забирали На самом деле Если бы какой-то В этот момент Подошел жесткий герой ООГ И похоронил бы Эту троицу Было бы не очень весело Но так Получилось Лил разменялся По-царски Забирают Тусик Забирают ВРК И И все хорошо Жалко что Шестого левела нет Но сейчас Лилу где-нибудь Дадут ФНГ конечно У меня почему-то На парочной Все еще играет Лил Из прошлой игры Ну простите меня Да Лил конечно Играет на шейкере И кстати говоря У шейкера Так ничего себе Ситуация 1-1-3 Транквилы Два манга И 300 монет Ну пятый левел В общем-то Для десятой минуты Учитывая что Он выполнял такую роль Парня на миде Который только Дает фиссуру И не получает ничего Получилось хорошо Самоходная фиссура Так что Ошибается По-моему Мун Какой же Дэмэдж от Иллидана Нужен свап Хорошо И отличный фраг Соло килл От Иллидана Вот вам ВРК И это еще Без амплифай дэмэджа Винга конечно Без амплифай дэмэджа С амплифай дэмэджа С террором Левелом повыше Я думаю Эта винга Будет Снится ОГЭ Да Опять мы видим В урну выходит Фобос Видимо это какой-то Для него стандартный Такой билд Ну как уже отмечал Орен Дает реген маны Что для селедки Неплохо Дает силу Что тоже хорошо Статы да И стоит не особо дорого Вполне Нормальный годный шмот Если все замечательно Конечно лучше выходить Сразу в даггер Но С лартер С харды И замечательно Это разные вещи Да Он еще и спринты своровал Эти спринты его спасают Неважно Главное забрали Тинни И Но он успел купить блин Конечно же Но Тейл успеет купить блин Он успел Он же сделал фраг И после этого сразу купил блин Да Поэтому денег не потерял Не растерялся Скажем так Все таки даже профессиональные игроки Иногда Забывают про то Что можно закупиться перед смертью Я кстати по-моему одно время Горел вообще с этого То что профессиональные игроки Тупо не закупаются Это было такое реально У тебя есть деньги на какой-то шмот А ты не закупаешь Теряешь флор Слардар подходит Пошел спринт Минус армор Побежал-побежал за ВРкой ВРка дает Шекл Здравствуй друг Шекл еще пока слабенький Но в любом случае У Миракла все нормально Солдринг появляется у Лила Ну и теперь фармить свой даггер Так как и с Лордару В то время как у Винги У нас есть Хелм оф Айронвилл Аквила 4-1-4 Илья просто не прощает врага Ну ради этого и берется Винга Смог А то гавни Мне кажется вы почитают Ну или понимают вообще что происходит ВРК не просто так вот борзеет Конечно же понятно Что там что-то происходит Но это не должно останавливать На самом деле Вирту Сов Потому что они должны понимать Что там не все так просто Классная ситуация Года нельзя отдавать У него есть Мека Его нужно обязательно будет подсейвить И конечно смотрим Свап Нападение одновременно Нападение на Шейкера На Сёрд Виндрейнджер Уже Шейкер Ехал на Писуру Мана и хватает Не успел съесть Манга К сожалению Так бы еще дал Писуру Было бы замечательно Пока один в один размен Шейкера на Виндрейнджер Меку 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 Мека есть Отлично Мека есть Муна забрали Урна висит Есть очередной тост Получается сделать фраг Даблкил уже от Нотейла Тут попыточка Флая убить Флай погибает Крит ворует Крэш Маны у него не хватает Есть только урна Немножко подхилился Нотейл Ну и врываться пока Побаивается И в итоге Размен у нас получается Три в два Хорошая драка Но бояться Нотейла Нужно Потому что он может Минуснуть там Аппарата За две кнопки Да Бутал нужно было Заобузить Но почему-то этого не сделали Нападение на страда А вайпер-то достаточно толстый Его так просто не взять Но слушай Его получается Все-таки еле-еле Так убить Но Нотейла тоже убивает Вкатывается Тускар Есть Валрус Панч Живет Аппарат Живет И летит сюда уже Винга Винга заходит Пауэршот Ну это как Кавабанга Как это происходит в миде Кавабанга продолжается в миде Кисура хорошая Три секунды кулдауна Переживет ли эти три секунды Да, переживает Клуденбрейс Спасает немного ситуацию Должен по идее подмерзнуть Но сноубол Вкатывается на Элитана Элитан имеет свап Но не с кем свапаться В итоге Валрус Панч его прикончил Да И вот этот последний фраг Склоняет чашу весов В пользу ОГ Размен получился в середнем Очень ровный Очередной сутришник И инвизу шейкера Байбэк на Тинни Ничего себе А, байбэк он на Тинни Ничего себе А, ну да Он же погиб точно Его же получилось забрать Почему он где-то снизу Азблаз Фиссура Вайпер Успевает вовремя прилететь Нечем поцепить Да, если бы чуть-чуть раньше прилетел Но там уже было столько телепортов сделано Что Сумасшедшая заместная миди у нас Которая никогда не гончается Да, и все-таки Вайперу удается оторваться За счет вот этого байбэка Вот этого байбэка Тинни Тинни, конечно, хорош Он может действительно Многих героев сейчас разорвать Но с вайпером Шутки плохи 1200 хп Мека И пассивка четвертого уровня Это не тот герой Которого можно убить с прокаста Да И не поспоришь И не поспоришь Ну что, графики Посмотрим У нас они скачут туда-сюда Но отклонений Каких-то серьезных нет Ровная Очень ровная игра Как по графикам Такие по килам Да, 15-13 В ВП нет ключевых артефактов Нужны блинки Слардар Очень нужны блинки Нет Не пошел 900 голды у него имеется Надо Фобосу, конечно, как-то Либо форс, либо даггер уже заиметь Попытаться выйти во что-то из этого Но Тинни решил посплетить После байбэка И правда Он очень много потерял денег Шекер наглеет Очень много он денег потерял Ай-яй-яй Видерскер Лила не отпускает Погибает Шекл не связал Миракл Очень жесткий фокус Идет на него Свап Посмотри, как критика Хорошо отыгрывает Что все равно Миракл спасти не удалось И Лидан тоже погибает Но Тейл в спину Плевок Плевок Еще один буквально Плевок И так получится Добить совсем мало ХП остается Урной Возакили Буквально там Не знаю 15 хитпоинтов Муна Получается взять Даблкил Это должен был быть Триплкил Но на Тейл жив Не хватило Да, совсем чуть-чуть И ситуация Конечно была интересная Тинни тпшился снизу Тпшились вниз Игроки ВП Вовремя отменил Телепорт И Лидан Иначе бы его команда Здесь могла пострадать Очень серьезно Но в очередной раз У нас Тинни было бы Забрать очень круто Потому что Вайпер бы ушел Слишком далеко вперед И он просто мог бы Соло танковать Там все драки Нападение на Вайпера Нет Не будет нападения на Вайпера И Суру На развороте Продолжается на миде У нас драка Обе вышки еще стоят У команды И это не какое-нибудь Там просто стояние Где команды Друг на друга смотрят И думают А что же делать Они тут реально Тупо избивают Избивают друг друга До бесконечности Вместе Кстати Фобос Решил все-таки Форстав зафармить Первым артом Ну это довольно-таки Адекватно Учитывая как много Файтов происходит А он такой Танковый дядя И умирает Поэтому На даггер Он элементарно Не накопит Постоянно будет терять деньги Лучше делать форс Ну с такой игрой Да Тут постоянные драки И если ты не делаешь Какой-то Сирию киллов То разом у тебя Блинк не появится Да Так вот Мысль по поводу Тинни Так и не продолжил Сейчас он от Вайпера Достаточно неплохо отстает И все это Из-за того байбэка Он байбэкнулся Вроде как сделал киллы Но опять же За эти киллы Он получал очень мало золота Я не уверен По поводу киллов Потому что по-моему Он прилетел вообще не туда Ну тем более Тогда и подавно И поэтому Странное решение Ситуация немножечко Улучшилась для Виртузов Потому что Вайпер уже Впереди У него там более-менее Айтемы появляются Крит очень много имеет Посмотри У Крита на Творс Практически как у Элидана У него скоро Может появиться Блинк Рубик с Блинком Поможет своей команде Это очень сильная штука Крит уже отыгрывает хорошо Ну конечно Тут ничего заумного Ворует Ультвапера Но он своровал Также сваппинги Пытался заставить Миракла А он был близок Если бы он заставил Миракла Это было бы супер круто Но там чуть-чуть Не хватило хитпоинтов Миракла Чтобы выжить Опять ВПФ пятером На миде Да Ну тут же легкий Сплитпуш идет От ОГЭ До этого Тини снизу Пытался Пофармить И пушить Тавр И сейчас В слопе Смакевича Выход Миракл уходит Заходят Смаках ВП Идут именно На нижнюю линию Здесь Кентавр Ледана Здесь же Миракл Но Миракл не пойдет Он слишком Опытный Хотя вот Шансы есть сейчас Против него Нужно дождаться Сваппинги Сваппинги Прямо под Слардара Миракла Удается забрать Умница Очень хороший ганг Низ И Миракл его не прочитал Теперь можно забирать вышку Или хотя бы стягивать врагов У Скара появляется Мека Мека, да Но Миракл в этой игре потерян Это видно И Виндрейнджер Которая Сразу не делает себе Так какой-то быстрый аганимон А потом по игре Тяжело себя находит Так, вот это сейчас Очень жесткая тема Рошан Минус 9 армора Но Виверна Может попытаться Заходит Кентавр Принимает на себя фокус Кто-то должен принять Нету Тинни Тинни очень далеко Но он в любой момент Может делать ТП-блинк Рошан падает Сбивают Тут довольно-таки Все просто Дайер? Дайер! Это сейчас главное преимущество Потому что Его можно вылить Еще больше Тинни Да лучше бы Рошан Мне кажется Да Рошан это конечно Много золота Учитывая что Параллельно там Нолтейлс пушил вышку И пушит вторую Но ВП сейчас выходят Блин, ну это такая халява Господи Ну почему? Такое не должно происходить В Доте Такой-то бред Просто я не хочу Чтобы такое происходило В Доте Ладно Смотрим Писурка Подстопила Тускара Тускар Пытается выжить Но есть свап И тут уже конечно Для него Конечная остановка Айсбласт на Тинни не попадает Есть два телепорта И к сожалению Дайгера не получилось Сбить этим Айсбластом Соответственно Тинни уходит Шейкер Ну Граммы кстати полетели Почувствую разницу В свое время Я где-то считал Что вот Разница между приростами Между первым и вторым левелом У ультимейтов У Винги Как у героя Наверное Самая существенная Потому что Радиус первого свапа Ну Такой себе Второй Как мы видим Свапает очень жестко Вайпер ДД Вроде прибавляет Всего 250 урона Ну да Так оно и есть Миракл Встрял Станчик Миракл Ну На него повесили Колден Брейс Который в общем-то Немножко продлит его жизнь Не более того Шеклшот Ну добивает И вкатывается еще один И этого тоже И этого тоже Обязательно убивать Смиказа подхилили Есть Винтерскерс Больно Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Как больно было Или да Но его порвал Вайпер Судя по всему Пассивочка Работает даже На собственный Тиммейт Ну да Работает И с дабл дэмэджем Вайпер его Просто изничтожил Здесь Немножко неаккуратно Сыграл Гот Ну как Тут Ну чуть-чуть Подальше Он отошел Согласен Надо всегда контролировать Этот момент Безусловно В любом случае Винга сейчас Является Не топ-1 персонажем Я смотрю на Вайпер У него уже почти 12 тысяч У него манта И он очень силен И за счет этого Вайпера и будет сейчас Виртус Про отыгрывать Вышки он ломает Нормально И Есть чем его подсейвить И у него есть эггис Просто стоит Вайпер Бьет ТВРа Все что сейчас нужно ВП Ну да Форс появился у Слардера 1250 голды у Шейкера Надо потихоньку Помаленьку конечно Выходить тоже в даггер Айсбласт Вот сейчас Айсбласт Хороший залетает Будет немного зонить Противника И отпугивать Но опять же Как мы видим Виртус Про решили все-таки уйти Медасик бы какой-то аппарату Потому что Тяжело ему будет Пока похоже что-то на Глимер Потому что он купил себе Клаку Клакку Да Графики Ну опять же Нет каких-то жестких отклонений Ну это вот Рошан Рошан которого забрали ОГ И одновременно с вышкой Это вот эти 2000 Так бы сейчас ВП Ну не проигрывали Ничего вообще И за счет Айгиса Бы еще имели Легкое преимущество Сейчас они конечно За счет Айгиса Преимущество имеют Но в остальном Ситуация у них не такая хорошая Элидан продолжает Своими совухами Здесь Айсбласт Залетает не очень хороший Ну теперь УГ В пятером собрались на миде И спокойно ВП эту агрессию Пока что дождит Главное сейчас не подставится Элидана запирают в лесах Но он выходит Крит очень агрессивен С блинком Заходит слишком глубоко Но ВП не подставляются ВП красавцы И втроем Пушит нижнюю линию Правда Слардар Шейкер Не самый лучший пушер Ну вот вайпер здесь может Поиграть Ултинни кстати Гиперстон появился Да? Не гоним Да я думаю Муншард сделает себе Какой нибудь Попуточка Как-то законтрить Улт вайпера Ну я думаю Что улт вайпер Не особо законтрить Скорее просто Тинни Нужно Муншард Тинни по моему Нужно Взять Муншард Достаточно интересный Конечно Мов Ай-яй-яй Сливает чуть-чуть А на что он надеялся На то что 1100 хп аппаратов Вдруг куда-то пропадут Ну он Я думаю Он бы их мог снести Если бы не накидка Накидка здесь Дает слишком много А он что не видит Что там накидка Я конечно понимаю Типичный ротел А что бы не попробовать Если бы не накидка Если бы не брасль И не 9 левел Да там Конечно А так Надвинается вышка Снизу Наконец Как-то очень медленно Падает в этих играх ТВРА Но верно зато Форстав готов У Фобоса Блинк Для шейкера Не за горами Наконец-то Миракл себе купил Хоть что-то А 23 минута На самом деле Не супер плохо Но такой айтем Который собирается По частям Довольно таки дешевым Для мидера Как минимум Поэтому наверное Все таки Миракл уже Начинает выкручиваться Честно что купит Вайпер себе В такой ситуации 2600 у него И даже не знаю Ой даже не знаю Аегис выпадает Через 5 минут Появится Рошан Форм Потенциал Вайпера Конечно далек Очень далек Вот Сейчас Сейчас Очень такой Интересный момент Будет Попытаются Забрать шейкера Здесь же Опарейшн Это может быть Бой шейкер Реакция Просто замечательно Больно Очень тинитинитинит Все таки погибает Шейкера Конечно удалось Прикончить Крэш Крэш Нужно обязательно Попадать Есть крэш 5 секунд 4 секунды 3 попаточка Уйти с телепорта Да ну уже Неужели ни одного башни Проплет К сожалению 10% Слишком мало Да Крит тем временем Тоже уходит Но Неужели его не добьют Крит Отхиливается урной Пытаются его замедлить А какой телепорт А какой телепорт Он вместо форса Телепорт нажал Боже Ай-яй-яй Фобос Небольшой Мисклик И верно Подходит Дает форс Да ладно Арктик Берн Сплинтер Бласт Не Ну тут уже лучше Как же он выжил Там в лесах Это Крит Это просто фантастика Не ну здесь просто Фобос Его отпустил Фобос просто его простил Он должен Он хотел повесить урну А потом форснуться А вместо урны Он нажал телепорт Ну в любом случае Он там куда-то ушел В леса То есть это уже Самый конец И еще и за Доджил Ультимейт Оперейшн Да Покупает себе форс 2.1.10 Ну что сказать Сегодня Миракл уходит на второй план И Крит у нас Выходит на первый Да Очень сильная игра Ну в принципе Он всегда сильно играл Это просто саппорт И традиционно В доте у нас саппорты Ну меньше можно сделать Каких-то супер хайлайтов И меньше как-то Они медийность набирают Свою Но если посмотреть на игру Крита В этой команде Можно много чего Интересного найти Ну что Несмотря на то Что у нас Вайпер Не самый как бы Формовый такой персонаж Кираса будет в тимисе 13 тысяч нетворца Кираска Да Вот этот взор Здорово заметил По поводу того Что Вайпер Это персонаж Которому очень тяжело Бывает угнаться За кем-то А здесь он идет С преимуществом И без всяких медасиков Ну хорошая Хорошая ситуация ФНГ бы начать Собирать потихоньку Свой какой-то аганим Потому что вот он пока что Купил себе ПТ Ну хорошие артефакты Потому что Все что тебе нужно Это не умирать От прокаста Тини Если ты не умираешь От прокаста Ты даешь воронку Айс Блаз Колл Фит И есть еще шанс Этого Тини забрать Так У нас что-то Какой-то Какой-то Ганг Савух Ганг Савуха? Ну просто От Ускар Ворвался С прокаста Не пощадил Вайпер боковой Двидящие голды Кстати говоря От Ускара Судя по всему Это будет такер Да У Лила появляется Блинк Есть одиннадцатый Ну У Лила Ключевой альтем Появился У Слардара Блинка пока что нет Ему все равно нужно Форстаф это не блинк Это Это форстаф Это форстаф Ну да Он тебе может Где-то помочь Конечно Кого-то догнать Но блинк Дает в разы больше Конечно Безусловно Даже как бы Тут даже Не поспоришь Инстая инициация С даггера С хорошего рейнджа Особенно Если взять Форстаф В расчет Допустим Со смоками В шесть сотен Рейнджи Форсишься Это не очень круто То есть У тебя С такого рейнджа Уже спадает Смок А с даггера Ты можешь прыгать С той позиции Откуда тебе Даже еще не видно То есть Ты еще не рассекретился Из своих смоков Ну вот Блинк У Таска появляется Да Тот самый О котором мы говорили Возвращается На базу Мун Сейчас Восстановит Ману ХП И будет готов Пенетрировать И Лидан Видимо Тоже БКБ Делает Урона Не супер много Порядка 200 Но под минус армором Винги Ну опять же У него атак спид Очень хороший Урона достаточно много Если так подумать Для такой-то минуты Но если учитывать Минус армор Там очень жестко И поэтому Тени выходит в Кирасу Потому что команде Нужна Кираса Не только ему Но и ему тоже Без Кирасы Здесь тяжко Ну и Владмир Тоже я бы советовал Владмир Да Было бы супер круто Ну у Аджи Пока просто В основном Демедж магический идет У них там мало Физухи Поэтому От Владмир Кирасы Интересная сейчас Ситуация Крит Но на Крита Не хотят залетать Надо Надо На него как-то Залетает Но только Да Даггер у него Правда был в кулдауне Айсбласт 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 Попадает И все Братья У него Конечная остановка Попытка уйти Телепорта Но нет Не в этот раз Прикончили Заколотил Гвоздь Фобос За суппорта Семь сотен голды Нормально так На троих Да Хорошее Хорошее золото Действительно Но он очень богатый Для суппорта У него Нетворс Как у Тускара Поэтому здесь Нечему удивляться Очень хороший фраг Для Фобоса Он приближается К блинку Остается совсем немного Есть рун дабл дэмэджи Снизу Если появится Рошан А Рошан появится Очень скоро В УП его заберут Моментально Минус армор Второго уровня Слардара Террор венги Макшинного левела Именно так Но Конечно Наши команды Не раз Встревали Вот эти В эти моменты Когда идут Убивать Рошана Наши команды В любые моменты Не раз Встревали Они даже В этой игре Просто Ну тупо Казалось бы Все Изи Рошан Изи Егис Но нет Рошана Они отдали Да Как так А по рейшн Идет Потанковать Немного Какое-то Какое-то Проклятие Рошан И нашей команды Слардар Подходит еще Волк 200 демэдж У венги Сбивать Нужен линку Линку Сбивать Сбивают линку Минус армор Просто Рошан улетает О май гад Вот это демэдж Ну в этот раз Уже конечно Своровать Нечем Я очень Спрятался Такой Говорит Не-не-не Я в домике Такой конечно Не прокатывает Кирас на тени Появляется Но сейчас С Аегисом Этого вайпера Попробуй и прими И венга еще Которая БКБ Соберет Вот-вот Да Шейкер с блинком Слардар с блинком Через три монеты Да Вот он Отлично Как же хорошо Полная боевая готовность Виртус про Я конечно не знаю Что будет В этой игре Но пока что Хотя бы рисунок Игры Увп Во второй карте Виден В отличии от первой Здесь хотя бы Что-то у них Получается И теперь Ну нужно реализовывать Зарабатывать Преимущество И убивать этих ребят Пока у Верки Нету артефактов Ну дэмэдж у нее Прямо скажем Немного С фокус файра Ей будет тяжело Убивать Того же вайпера Ту же венгу Армированные герои С хорошим показателем ХП Да вот он БКБ на винге Ну все Все покупают Все ключевые айтемы Но то что покупают На самом деле Себе ОДЖИ Вот каких-то вот Шмоток С которые ты увидел И сказал Вау Он купил себе Там такую-то шмотку Нету И Миракл Миракл Встревает Рубик Рядом Шейкер Тот же вэп Рубика Без шансов для крита Как же сыграл сейчас Лил Просто законтрил Этого парня Ну он прыгнул Дал эхаслэм Вроде как Ничего такого Но опять же Нужно еще не пожалеть Этого эхаслэм На Рубика-то Ну заметить этого Рубика Вдалеке И именно понять Что это цель номер один Иначе можно и вэрку Было не убить Но в итоге Забирают двоих Есть аекис Байбэков нету Нужно забирать вышку И идти дальше Трикосаря тем временем Года Так вот По поводу каких-то Айтемов жестких То есть Есть даггерфорс На Рубике Это единственное Что круто Есть даггер Мека у Тускара А остальные шмотки Там аганим Ну что есть Что нет на такой минуте На виндрейнджер Вообще плевать Тинни с кирасой Реально тоже плевать Что есть что нет Сплитвуш Тинни Тинни встревает А ультимейтом Попадает Апарэйшн Шейкер уже сделал ТП У Тинни Есть 15 сиков Вряд ли его заберут Два саппорта Но они очень неплохо Отвлекают Тинни И Тинни Тинни есть Телебор Верно отъехала Тинни даггер аут Нужно ему на самом деле Отсюда как-то уйти Желательно Побыстрее Потому что база Там может Сгореть База падает Ильдан поднимает Воздух Пытаются его Слардар Тут же на крита Крит Крит Сэвит сноубол Последняя тычка Ильдан забирает Погибает Фобос тоже погибает Два в один размен Не самый конечно приятный Опять Крит затанковал И теперь погоня за Ильданом Ну Ильдан За годом Ильдан с Айгисом Ой да Год с Айгисом Надо ему отступать Потому что тут Надо отойти Один Дядя ты один Дядя Ты один Вообще блевать Дяденька Что же ты делаешь Дяденька Боже мой Если он убьет этого Тинни Это будет фантастика Очень наглая игра Очень самонадеянная игра Боже мой Год зачем Тинни умирает Фантастика От чего От улица Опарейшена О мой бог И год один Разваливает четверых И ломает бараки Боже мой Ну Сергей Нет слов Сергей стальные яйца брагер Да В такой ситуации Пойти вот так вот до конца И он остается по прежнему Но здесь ты его же должны забирать Миказмь есть Миказмь есть Шейкер Шейкер Потянулся Фокус фаер Шейкл шот Просто шикарный Токсэбл Эндж Байбэк Аэса Тинни И делает это очень грамотно В итоге линия падает Но два персонажа В команде Виртуз Про В таверне Кетапульта Там пока вся эта драка Происходила Пилила барак И она его допилила Команда Виртуз Про Да в таверне Но развели Тинни на байбэк И Более того Сломали барак Теперь нету мида Ситуация хорошая Преимущество большое Ну год Как мы видим По нетворцу Уходит еще дальше И у него 4700 Если сейчас Если бы он в драке Себе купил Какой-нибудь Я не знаю Талисман оф вейжен И Виталити бустер Он бы мне кажется Порвал там всех Без шансов Да А на 4700 Можно Побольше купить Чем Поинт бустер Я думаю Это может быть Вообще Какой-то Баттерфляй Можно Аганим Мне кажется Сделать Вполне В такой ситуации Да нет Если бы он делал Аганим Я думаю Он бы его купил Первым Аганим Сейчас посмотрим Свап Виверно Или дан Есть БКБ Сэнш Кентавра Встанет Даже не успевает Ничего сделать А тут еще и прыжок Крэш Три секунды Две А ну ты Крэш Не понадобится Есть свап Винга Под БКБ Була Ее ничего не останавливает Фиссура И буквально Последняя тычка Винги Завершает жизнь Рубика Я не знаю Там мне пишут Каждый день Про какого-то Деревянного Илидана Парень Свапает Под своего Кентавра Станет Виверно Виверно Вообще Ничего не может Сделать Супер Супер Не Илидан Опнулся Илидан Очень жестко Опнулся То есть Тот Илидан Которого Обвиняли В том Что он Типа У него Слабенькая Макро Он не особо Понимает Что делать Если ему Не дают Тупо Фрифармить Он играет Тупо Героями Которые Должны Фрифармить А он Сейчас Очень жестко Опнулся Вот эти Какие-то Ганги С гирокоптером Вот это Движение С доминатором Постоянное Какое-то С крипами То есть Он Постоянно Думает Наперед И делает Очень-очень Грамотные Мувы Все покупают С NG У меня есть Подозрение Что это будет Дизарм Но против Тини зайдет Конечно Хорошо Но у него Все-таки Прокаст Есть Против Верки Зайдет Уже Не так Здорово Она Купила Себе БКБ Посмотри Покупает Себе Деменейдж Но вот Лично Мое мнение Это не Самый Правильный Выбор Но там Верка То есть Ты МКБ Берешь Чисто против Верочки Одной Ну и плюс Как бы Основной Круче Гораздо Ну вот Намного Круче Не знаю Почему Мне так Кажется Но мне кажется Баттерфлей Это просто Топовый Байтем Был Который Можно было бы Себе Купить Да Сейчас МКБ У нее Не появится Но есть Уже Две Алибарды У Команды Виртуз Про В перспективе Две Алибарды И Верка Я думаю Будет Фармить Себе МКБ А у Вайпера Уже Есть МКБ Это Просто Лично Моё мнение В плане ДПС У него Проблем Не было А вот Чуть-чуть Поднять ДПС Плюс Который Поднимется За счет Баттерфляя Очень сильно Так как Аура Винги Вот это Да Ну теперь В принципе Если Верка Упереждать Ее БКБ То Бить Она Вообще Не будет Потому что Это Первый Дезарм И второй Дезарм На Слардаре Не за горами Такая Жесткая Контра Верке И в покупке МКБ И в принципе Миссы И миссы Ну тут На Алибарду На Тинни можно еще вешать На Тинни можно Да Аганим Появляется У Апарейшена Каким-то образом Он его за эти драки Зафармил Но вообще ФНГ стоял Да Он стоял на базе Он фармил все эти драки И он с базы Кидал Айсбласт И поэтому Он там поднимал Очень много золота Так Ну и летит у нас Очередной Айсбласт Ну ни в кого Вроде не попадает А Виртуз Про Уже Приближается К хайграунду Здесь идет такой Поджимают Поджимают Пушинг Если сейчас кого-то убьют А убить можно За счет свапа То можно Всю команду стянуть На базу И сломать вторую сторону Можно Тинни Минга очень наглая Тинни Стар Тинни А лагерь не срывает На Жак Нотейл Какая же у него Реакция здесь Отвратительная Нотейл под жестким фокусом А у него нет байбека Есть свап Под БКБ Колденбрейсом Сэвит Винтер Виверно Ждет удобного момента Для курсы Вешает свою курсу Айсбласт Неужели опять Угент Нет все-таки Айсбласт не попадает Шейкер Врывается Сахаслэба Но не особо Хорошо получилось Верка Погибает Мун Получает фиссуру Мун погибает Хотя нет Вилл нормально Там ворвался И все-таки Получил Сделал фраг Флайс тебя немного Сэвит Колденбрейсом Должны его Здесь конечно же Добить На стан Не хватило Маны Винге И форсом Свасает Свою тиммейта А как теперь Базу дефить Просто не пробить Этих ребят Винга Свайпером Они слишком жирные Несмотря на то Что там Шейкер Ахаслэм Кастовал не лучший Но даже без этого Хватило И конечно Ну Тейл Да Что-то у него Какие-то проблемы С реакцией Обычно мы видим Очень крутое исполнение От этого парня Падает вышка Остаются бараки Винга в тупую Подошла Дала стан Ну то есть Как бы это вообще Да Винга подходит Без всего То есть в тупую Подошел Дал стан Все Отдали бараки Манта Ну понятное дело Что здесь Если ты проигрываешь Файт У Тини нет байбэка То ты проигрываешь игру Все Это конец Свап Ой-ой-ой Года Моментально Испепеляет Залетает Айсбласт Но Тейл Который без байбэка Должен по идее Погиб Он прожимает БКБ И килл трэшхот К сожалению Но слушай Он может умрет Может умрет Может быть и умрет БКБ заканчивается Быстрее чем Айсбласт Ты Тини На базе Два Один Ноль И Живет Ты ж посмотри Левела Буквально Наверное Не хватило Да От 16 левела Это был бы 100% фраг Да Не хватило чуть-чуть Но в любом случае Сломали вторую сторону Да Опять отдали много Но при этом Забрали больше И разрыв растет Разрыв растет Сторон все меньше Неминуемый Виртус Про Тот самый разрыв Растет Тот самый Да Осталась последняя сторона Айсбласт на Рошана Единственный вот сейчас Шанс для ОГ Это Рошан Но он появится через минуту Успеет выйти Вайпер и Слардар Вайпер себе купит Еще какую-то шмотку Я не знаю какую Но здесь что ни купи Круто Слардар купит какую-то шмотку Я бы на его месте Живучести прибавился Просто Тараску бы Бабахнул и не парился Или да Или Тарасочку Вот сейчас ОГ Очень опасно выходит ФНГ Да Прям вот Тихо, ребята Не дышать Холодом поверило Даже кастеры перестали комментировать Все замолчали Потому что, ну О мой бог О мой бог Он уже трется об него Они Они дышат друг на друга Делай ТП Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Уже происходит Нашли Как же так получилось Вкатывается Но еще пока непонятно Лил отваливается Подрубает БКБ Но Тэйл Пытается убить ФНГ ФНГ погибает Фобос подтянулся Крэш пока нет смысла юзать БКБ скоро закончится Лил байбэкнулся Фобос Крэш Не получилось опять нажать На анимацию Его поймали Фокус фаер На хосте Миракл На развороте Пытается развалить кабину Дизарм Дизарм, да Повесил Буквально Буквально дать Крэш Крэш им не попадает Пытаются Пытаются Кошки-мышки Играет друг с другом Пауэршот Убивает все-таки Фобоса Но Тинни тем временем Стерли наши ребята Вайпер Вот смог одолеть Все-таки И Фобос-то сколько Спейса дал для этого И по идее По идее Учитывая, что нет Байбэка Надо идти и Как бы пытаться Ломать Я думаю Рошан Рошан нужен А, да, Рошан Да, да Сто процентов Рошан здесь В принципе Из-за него битва была Новое состояние В кустах, конечно Утимейт пролетающий Супер отличный момент Целила какая-то невероятная Он увидел этого Тинни Моментально ворвался В него в итоге Проюзали Винтерс Кёрс А это Ну, скажем так Не самая выгодная цель Извать его в Шейкера Который уже дал свой раз каст И стоит абсолютно один Ильдан забирает Рошу Подходит сюда Крит У Крита есть свап Есть Сигиль За счет которого видят Очень опасный момент Сейчас могут свапнуть кого-то Ой-ой-ой Да, свап есть И Рубик будет пытаться воровать Вот он свап Слишком рано Так, Крит Получает стан Вейп Еще одну тычку А тут Гост на последнюю тычку Проживает Уходит с форса Как же хорошо отыгрывает Крит Лил Еле-еле тоже ушел с форса Выживает Миракласс Севит БКБ скоро закончится БКБ заканчивается Он сразу же Прикончили Минус 3 оформляет Виртус Про И это похоже Очень похоже на Гудгейм Да, сыра Егис забирают Я могу сказать только одно Как же хорошо Что у ОГ1 Крит в команде И это Фантастика Что он там творит Зашел Свапнул Еще Рошан не умирал Успел уйти Каким-то образом До сих пор живет На последнюю тычку нажал Гост А последняя тычка Должна его была убивать Сто процентов Нажимает Гост Уходит с форса Ну там Феноменальная игра С его стороны Но даже это не помогает Победить Да, и заходит Ломать Эншент А Егис сыр Это слишком много Сейчас только чудо Поможет отбиться Верка выкупается БКБ в кулдауне Ничего нету Дэмиджи нету Одни когти на дэмидж А ВП просто отходят ВП просто аккуратненько отходят Отойти И идти по третьей стороне Там еще вышка Докупите свои артефакты Там какие бы они ни были Пять тысяч у года И это бабочка Пока нету МКБ Даст очень много А МКБ не будет Никогда МКБ тут вряд ли да появится Очень своего выиграет Виртус Про Потому что они понимают Как бы Они уже практически На восемь процентов Победили Главное тупо Не отдать Не отдать эту победу Тут дело такое Против Тини Всегда можно и проиграть Слишком быстро Этот товарищ Ломает базу Правда он без аганима Но даже в таком состоянии С кераской Да Вот это гнобление Миракла Посмотри на то Насколько сильно Это виндрейнджер И юзлосное У меня такое ощущение Что в следующей игре Мы увидим 5 на 5 на миде Потому что В первой игре Загнобили года Не пошло Во второй игре Загнобили Миракла И вот год ждет Год ждет Потому что Еще минуту Эта дабл дамедж руна Будет лежать И сейчас пора И пошел На бабочки полетел С дабл дамеджем Полетела 45 секунд счастья Для команды Виртус ПРО Да Вот это сейчас Тут урон С бабочки Скорость атаки Стала Очень жесткая Посолиднее Посолиднее Явно Два удара в секунду Дичайший ДПС Дефить базу Надо как-то Но Сейчас Если венга Еще кого-то Цапнет Тебе как-то надо Дефить базу Но венга Всегда тебя зонит Потому что Там 1200 рейнджа На свап Вот он Свап Сразу По патучке Забрать Года Года Мы медально Убили Но у него есть Аегис Есть БКБ Мун тоже Под фокусом Мун получается Забрать Винтерскерс на Фобоса Пауэршот Минус Фобос Пытаются забрать Но Тейла Заплевывает Его год Под БКБ БКБ Заканчивает Сигиль Шбила ФНГ Связывает Миракл Фокус файером Но слишком мало демеджа Дальше буквально ФНГ забрать не удается ФНГ посмотри на его закуп Там Аганим ПТ на силу И ультимейтор 2000 хп Это уже конечно Тревожный Печальный звонок Для ОГ И мы походу Услышим фразу От наших Аналитиков О третьей решающей карте Но пока рано Об этом говорится Что года Года Под фокус файером Года Убили Иллидан Айсбласс Залетает Но зачем ребятушки А там трон уже падает Там уже падает трон Мега крипов еще нет Игра еще не выгодна Умрет ли Виндрейнджер? Вот в чем вопрос Виндрейнджер Виндрейнджер Должна Виндрейнджер Должна 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 И еще буквально пару тиков 16-й есть Да Погибает С последнего тика Добивает Виндрейнджер Без Виндрейнджер Здесь конечно никуда Ни в какую контратаку Не пойти Да и вообще не пойти Тяжело Падает теншин Тут уже понятное дело Что из базы ОГ В ближайшее время Не вылезет Это 100% То есть если быть Самым жестким оптимистом Можно еще как-то Увидеть возможности Для победы Но 100% Нужно сидеть на базе Долгое время Играть от дефа Каким-то образом Выигрывать файты И уж тогда Только там Через минут 15 20 может быть даже Выйти из базы И снести противника Дотрона Между прочим Нужно найти одну кнопку Под названием СНГ И выключить ее И просто спокойно Добить этот барак Опять полетели Через не знаю куда Они просто могли Добить барак Милишный Пока там Вингай бежала Под сигилем Под замедлением Всяческим Вингай и Вайпер Пытаются догнать Тини Это не то что нужно Когда у врага Остался последний барак Кираса Винга Отлично Хорошие артефакты Появляется очень много Лоту сорбов У соперника Я вот только что Видел На Виверне У Тусика тоже Но это честно говоря Даже непонятно Против чего Какой-то свап Интересно Как будет работать с ним Он снимает просто Дизейбл Там шейкер Какую-нибудь фиссуру дает И сразу же снимаешь ее Наверное как-то так Даже не знаю На самом деле Непонятно Да Станы вроде не снимаются Причем То есть здесь Медалька С Лордара Может быть какой-то Ульт Вайпера Зарефлектить можно Ну кстати он в полете Пока да Можно что-то сделать Но все равно Это не тот Очередной дабл дэмэдж Это не тот спелл Который Можно вот так вот Зарефлектить И перевернуть игру Да Тем более когда Вайпер с ДД Тут уже Забей Он просто не будет Кставать этот ультимейт Не выходит Он префайчик Там снимает нормально Шейкер Ну Лил сейчас Может закончить Закончить Надо врываться За Хаслэма Не жалеть его Прыжок Очень жесткий Дизейбл идет А Хаслэм все-таки Лил пожалел Миракл Миракл практически Сразу сдувает Но он все-таки живет 180 хп 200 хп Нет Есть все-таки Последняя тычка И Крит тоже под фокусом Нажимает гост Под гостом Пока его ударить никто не может Там плекпай на него повесили Но он уходит с форса Дракки немного расплетел Оселил опять Поймал кого-то Поймал Нотелла Который убивает По итогу ФНГ Пока действует БКБ Не особо больно Вешается Винтерскерст Иллидана Потому что слишком жестко Он дамажит И гуд гейм Понимаешь Что здесь уже ничего не сделать Я Хаслэм Завершает жизнь Тини Единственный живой флай Ну вот это была хорошая игра От Виртус Про Да Просто сделали все как надо С самого начала То что сделал Лил В начале игры Это то что было нужно Две потрясающие фиссуры Из-за которой Сначала удается Убить Виндрейнджер Потом ее там жестко Прохарасить Ну и в целом отыграл конечно На уровне Саппорт команды Виртус Про Я думаю что Стоит отметить Игру Иллидана еще Очень тоже грамотно Илья хорош Год был